Всем привет! С вами Нинель. На следующей неделе в Америке Рождество. Этот праздник отмечается в других странах. Сегодня я вам покажу, как мы украсили дом. Я покажу в дневное и вечернее время. Это вот такая ёлочка у меня в офисе, как Джей называет. Я её купила, захотела. Думаю, в офис так ёлочку поставлю. Не видела, что она... Смотрите. Она подключается к компьютеру и работает только от компьютера. Это какая-то панасоник, что ли, не знаю. Зачем вот это... Зачем такая ёлочка придумана? Можно было как-то на батарейке сделать или что. Зачем от компьютера? Может, хорошая идея, но я не поняла эту идею. Джейка мне такую же открыточку подарила, чтобы радовала меня. Это, помните, книжечки такие детские были, объёмные. Смотрите, Мишутка сидит. Ёлочка за ним. Мэри Крисмас. Камин. Котя. Котя там, где Котя. Не видно котика. Такая прикольная открыточка. За окошком снежок, луна. Прямо как у нас всё. Ну, пройдёмте со мной и посмотрим, как мы украсили дом. Дом и двор. Комнаты я в основном так скромно украсила в спальне. Такая ёлочка. Подсвечник. И вот такая ёлочка. Она прямо в мешковине продавалась. Мне кажется, у нас тоже такие в России продаются. Я её уже украсила шариками. Она подходит по стилю под вот эту лампу. В нашей прихожей или в холле в напольную лампу я вот такую экибану такую сделала. Ой, это я убиралась сегодня. Немножко веточки надо опустить. Такие красивые шарики, мне кажется. Тоже у неё здесь шары очень красивые. Ой, и меня видно. Чук-чук. Чук-чук меня видно. Я сегодня в дом убирала. Думаю, заодно и покажу вам. Вот. Это Дед Мороз. Я его вам покажу вечером. Его лучше будет видно вечером. Ну, он очень красивый. Посмотрите. Такая милая мордочка. А это... Значит, вот такие композиции делают американцы. Вот на всю мебель могут. Вот на такую вещь комод могут сделать какую-то историю выложить. Американцы и канадцы. Я знаю, у меня подружка так делает на Новый год. Она мне как-то фото высылала. У них прямо на весь комод там. Чего только нет. Тоже какая-то сказка выстроена. Я придумала вот так вот на небольшом участочке. Такой вот домик тоже я вам покажу в вечернее время. И вот украсила на салфеточке рождественской шариками. Искусственный снежок. Подарки в боксах. Лира такая золотая. Здесь как будто бы подарочки. Вот. Огонечки. Это тоже рождественская салфетка. Я хотела зеленую. Но уже опоздала. Хотела две зеленых. Пришлось две красных покупать. Это такие подсвечники. Свечи. Вот, девочки, это мальчики из Икеи. Супер свечи. Не оплавляются. Тут и не текут. И четыре или шесть часов работают. Это я создала такую композицию. Это у меня по наследству. Вот мои мамуськи. Она вот это любит. Она у меня воспиталка. Из детского садика. Ну, уже на пенсии. И она всегда группу украшала лучше всех. И дома вот она такие композиции до сих пор составляет. Из веточек и игрушек. И у меня здесь, видите, такие букетики. Это вот букетики. Я вставила. Тоже снежок искусственный. Шарики. Ой, а вот корзиночка. Смотрите, какая корзиночка. И в ней подарочек. Забыла, как эта труба называется. Это наша елка. Вот такая елка. Везду надо поправить. У меня вот такие какие-то, видите, в сиреневых тонах. Сиренево какие-то пурпурные и белые. И розовенького немножко. Бантики это я отдельно покупала в магазине. И вот такую ленту по краю. По краю, по низу пустила. Сосулечки. Это я накрутила такие боксы. Как будто это подарки. Сейчас вам покажу. Просто обыкновенные почтовые коробки. Они бесплатные здесь на почте. Вот эти ленты, они по краю металлизированные. И гнутся в разные стороны. Можно любую фигуру сделать. Такой бокс. Такой. Вот такой. Вот такой. И вот такой. А это вот, посмотрите, такое убранство под елочку. В общем, такая. Полезли под елочку. Все со мной. Прыгнулись. Полезли под елочку. Это, посмотрите. Я когда первый раз увидела, я в магазине. Я подумала, что это... Ой, сейчас сюда встану. Я думала, что это, знаете, может, они накидки такие на себя одевают. Новогодние тоже ходят, типа, коледуют. Вот это все надо завязать. Я не стала завязывать, потому что знала, что я вам покажу. Это вот укладывается под елку. Главное, что это все на подкладке. Внутри синтепон. Мне вот по цветовой гамме подходит. И вы представляете, несколько лет назад, ну, буквально недавно, там, может быть, года два-три, моя мамочка, значит, решила тоже... У нее маленькая елочка серебряная, у них с папой. И она решила под нее тоже вот так вот что-нибудь положить. Обычно не помню, что она там выкладывала. Она взяла старый зонтик. У нее был цветной. В общем, разобрала этот зонтик, он поломанный был от спиц. И там, получается, когда она распорола, вот тоже, типа, вот такой вот накидочки. И положила под елочку. И когда я ей сейчас вот рассказывала, она говорит, «А ты помнишь, я тоже так делала?» Вот, е-мое. Кто у кого слезал. И вот это, значит, кладется под елочку. На нее подарки выставляются. Такие эффективные и настоящие. Тоже вот у американцев принято на большие столы выкладывать такие вот длинные салфетки. Это салфетка Крисмас. Вот тоже я хотела зеленую, потому что у меня скатерть красный. Но опоздала. Пока я созрела. Видите, она тут такая вся блескучая. Украсила снежинчиком. А я же еще покупала Мэри Крисмас красный. Пришлось сюда положить. А это вот же такие кристаллы, какие-то водяные кристаллы немецкие. В такой красивой коробке. Более гурчу валяются. Давай на Новый год. Покладим. Это кухонное окно. Шары вообще такие шары вешают обычно во дворе на деревьях. Ну, я вот так придумала. И смотрите, какие у меня клевые чубрики. Видите, вообще такие лапочки. Это я у себя в секонд-хенде. Он же у нас там секонд-хенд и отдел антиквариат. Вот таких чубликов. Посмотрите. Ой, ну вообще. Ну, как вот можно было у него купить. И цветочки на коржках у них. И рожки такие милые. Это ёлочка на кухне. Тоже она была без игрушек. Вот так, слегка игрушки, слегка серпантин. Это подсвечник из Икеи и свечи. Вот так вот лентой украсила. Не опасно, потому что даже если будут подсвечники гореть, то они, мы вот уже зажигали, они не текут. Это ещё одни шары. Это мы повесили уже носки. Ой, это мои перчатки. Кейл, это подсвечник такой. Кейл уже, он зелёненькую. Постелили Крисмас подставочку. Ой, подсветочку какую-то. Подстилочку. Вот такой шикарный венок. Смотрите. Крисмас венок. Боже мой, чего там только нет тоже. Такой по-богатому. И золото, и злато, и серебро, смотрите. И ягодки. Очень красивый. Хотя мне вот эта идея с венками не нравится. Мне всё время что-то кажется, что это, ну, как это, как похороны какие. Но у них вот эти венки рождественские. Такой колокольчик. Три колокольчика висит. У нас там такой крючок. Эту гирлянду мы купили. Она была уже со встроенными в неё. Видите, переходник. Вот очень удобно здесь несколько гирлянд соединять. Со встроенными огонёчками, с лампочками. А я уже добавила сюда ленту, бусики, снежинки, немножко шариков. Так, пикантненько, чтобы было. И получилась вот такая нарядная гирлянда. Здесь тоже шары. Отсвечивать, наверное, зелёный, бордовый, синий. Красивые очень шары. Они очень лёгкие, очень. Так. В моей спальне вот такая ёлочка. И такой, кто это, я не знаю, кто это. Снеговичок. И фонарики тоже вечером вам покажу. И гостевая комната. Вот ёлочки на двух тумбочках. Потому что приедет сын Джея. Из Портленд прилетит. Он будет ночевать у нас. А дочка с зятем и с детьми приедут. Просто отметят праздник и уедут. Это рождественские цветы, но они искусственные. Значит, это у нас такая тоже экибана. Розы. Я хотела сначала убрать, потом, смотрите, здесь же, типа, тоже вон какой-то ёлочка или как-то у нас кипарис, может, там веточки. Украсила тоже лентой, бусиками. Мишурой звёздочку прибомбила. Вот это вот повесили. И маленький коврик на наш основной коврик купили. Купили Мэри Крисмас. Показываю вечернее время. Поперину гирляндочкам. Здесь тоже забыла сказать гирлянды. Я в неё вплила бусики. Вот эти бабочки у нас висели во дворе. А вот блогер из Японии Лона Смайл. Илоночка, ты будешь смотреть, привет тебе. Увидела декорирование, значит, как ты показывала своего дома. Что у тебя вот наподобие такой штучки. Вот видите, на батарейках. И ты в вазочку или в стаканчик куда-то положила. Я занесла. Раньше у нас во дворе висело. Думаю, тут вот так в вазочку положу. Бабочки эти. Что они у нас там во дворе для кого висели. Зажгла свечи. Ой, что случилось? Ой, самый красивый праздник, наверное. Думаю, вы со мной согласитесь. Здесь свечи зажгла. Хотела бы вот эту свечку зажечь. Она так вот красивая. Открываешь, вот такая. Я думала, закроешь, и она будет светиться. Там все нет. У меня еще дым с ней идет. Ароматизированная. Пусть елочкой просто стоит. Эти свечи. И вот эту елочку. Вот она разными такими на кончиках. Помню, питерские лампы такие были. Вот из такой лесочки Питера выпускала. Забыла, какой зовут. И вот они такие разноцветные все. На кончиках меняют свой цвет. Вот так вот все переливается салфеточка. И идем к елочке. Так, девчонки, мальчишки, ну-ка, в кружочек встали. И произносим. Ну-ка, елочка, зажгись. Ну, три-четыре вспомнили детство. Впали в детство все. Ну-ка, елочка, зажгись. Я ваша воспитательница, вы мои дети. Не слышу громче. Ну-ка, елочка, зажгись. Молодцы. Сейчас Дед Мороз придет. Вот такая елочка. Так, это что за пэт тут стоит? Как ты пробрался? Видите? Елка. Самая простая в сборке елка в моей жизни. Всего из трех частей. Правда, она тяжеленная. Но всего три части. У меня есть видео. Мы ее покупали в каско. Она что-то там 200 с чем-то или 300 стоила. Что-то бантик откуда-то свалился. Вот такие шарики. Она такая густая. В ней уже тоже встроены фонарики. Вот такие шарики. Красивенькие. Прямо, вот знаете, вот правда хочется иногда даже в детство впасть. Какая прелесть. Сосулечки переливаются. Смотрите, какие красивые. Это я говорю так не от того, что это моя елка. Мы ее собирали, наряжали. А на самом деле красиво. Мне кажется, любая елка, как бы она не стояла, как бы не была украшена, но все равно она красива. Так. Звезда. Это рождественская звезда. Хотя есть пятиконечные звезды. Продажи. Так. Потом вот такой. Такой вот. Рассветочки. Лампочки. Лампочек очень много. Забыла как количество. Ну что-то вообще-то. Три тысячи, что ли. Или две, или тысяча. А теперь будет переключаться сама. Так. Идем дальше. Это я решила так вот по задней стенке дивана подсветочку а-ля сделать. Зажигла и киевские свечи. Такие у нас подсвечники. Оригинальные тоже, как шары новогодние. Это индийские такие подсвечнички. Так. И сейчас мы с вами попадем в сказку. Субтитры создавал DimaTorzok Тише можно сделать громче. Хочется просто помолчать и послушать. И вот смотрите. Будем рассматривать вот это. Этот сказочный домик. Посмотрите, какая красота. Ой, может быть у нас это все есть, но я такого не видела ни у кого из моих друзей. И в магазинах как-то не обращала внимания. Посмотрите, какой дом. Прямо хочется рассматривать. На крыше снег. Внутри дома горит свет. Дом украшен тоже лампочками. Посмотрите. Фонарный стоп. Такой какой-то покосившийся. Елочка у дома. С фонариками. На двери веночек. Внутри дома елочка с фонариками. Снежок. Посмотрите. Снежок, а в нем лампочки. Как будто бы тоже разного цвета. Снеговичок. Это, наверное, для камина, что ли. Сейчас глянем в окошко. Снежок, а в динампочках. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, пошли на улицу Ну вот я вам уже показывала Так освещается дом И еще вот по гаражу Пустили мы Гирлянду И на кусты Ой, интересно, что Сейчас у нас лампа-то зажглась Вот Джей забыл, какой цвет у нас на кустах Поэтому докупил еще сетку Это на сетке Получилось, что два голубых цвета, один желтый Ну так вот скомбинировал И деревья украсили Это окно гаража А это вот у соседей уже заодно вам покажу Это Дед Мороз на елку залез Это все надувное Слышите, работают Это какие-то штучки Вот какие-то паровозики А вот какой клевый паровозик Или что это? Happy holidays Колеса-снежинки Вот этот свет включается по датчику В 5 часов вечера включается И в 11 включается Так таймер настроен Можно и до 9, или до 10 Чтобы было-то у нас розетка Спрашивали, куда включать Розетка у нас внешняя Такая вот, видите, она С таймером И в 11 часов вечера Это все потухнет И включится на следующий день В 5 вечера Глубые огни мне нравятся тоже Гаражный свет Гаражный свет все портит И Backyard Сейчас вам покажу Здесь так обычные гирлянды И вот эта подсветка Она как бы действует И внутри дома Но оказывается Она работает только когда темно Поэтому я говорю Джей, давай выноси ее На Backyard Вот так дом подсвечивается И там акустичка Вот так И в конце я хотела бы Вас пригласить на канал Тэфи Германия Я оставлю ссылочку под видео Многие девочки и мальчики Наверное знают Это Танюша У нее свой канал Тэфи Германия Блогеры с Германией Мы подготовили проект Танечка все придумала Я в этом проекте тоже участвую Вот-вот Таня выпустит его Пожалуйста, пройдитесь Посмотрите У нее очень интересное видео Которое называется Новогоднее поздравление Ютуб-блогеров на первом И вот может быть Даже сегодня-завтра Выйдет еще одно видео Новогоднее С участием многих блогеров Блогеров разных стран Это новый Танечкин проект Милости прошу Натанин канал Тэфи Германия Все, всем пока С вами была Нинель Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова